Дорогие друзья, приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас гость из Москвы, поэт, художник, актриса, педагог, кандидат педагогических наук, кавалер золотого знака, рыцарь гуманной педагогики, а также дипломат, выпускница Дипломатической Академии МИД Российской Федерации Марина Шкробова Верналис. И мы очень рады приветствовать Марину Шкробову Верналис в нашей студии. Марина жила, работала, училась в Ульяновске, а потом переехала в Москву, где продолжила образование, где творчески реализовала себя. Марина хозяйка поэтического салона и выступает с литературно-музыкальными программами на разных культурных площадках. Сегодня мы рады приветствовать нашего гостя. Предоставляем слово Марине Верналис. Рада приветствовать вас. Позвольте познакомиться, рассказать о себе. Мое имя Марина Шкробова, но есть еще и сценическое имя Марина Верналис. Оба имени мне дороги, оба связаны с нашим замечательным городом Ульяновском. Может быть, сценическое имя появилось от того, что я искала тот псевдоним, то сценическое имя, которое будет заключать в себе все то, что я несу людям. Верналис, вера, надежда, любовь и София, мудрость. Так получилось, что по первой профессии я педагог. И училась в нашем славном государственном педагогическом университете на историко-филологическом факультете. По специальности я историк, но жизнь меня напрочь связала с филологией, с поэзией. И всю жизнь, я даже историю преподавала стихами, всю жизнь я иду со стихами рядышком и объясняю свое мироощущение стихами. По второй профессии я дипломат и выпускница дипломатической академии при Министерстве иностранных дел. Когда я поступала в академию, меня спросили, зачем? Я говорю, ну это же так просто. Ведь дипломатия – это та же педагогика, только на международной арене. И когда я училась в стенах дип-академии, я точно знала, что не пойду в политику, но моей сильной стороной будет культура и культурная дипломатия. И знаете, получается так, что жизнь все соединяет, так как будто бы вышивка складывается. Все мои профессии пригодились для того, чтобы выходить на сцену и общаться со зрителем. Это больше, чем просто читать стихи. Стучащему откроется, идущему осилится, дающему восполнится, творящему привидится. Для каждого отмерено, на каждого заказано. По каждому намеренью судьбой все предсказано. Стучащему откроется, идущему осилится, дающему восполнится, творящему привидится. Секрет незаковыристый, в успехе беспечальном. Иди, тропой извилистый, и не впадай в отчаяние. Стучащему откроется, идущему осилится, дающему восполниться, творящему привидится. Наверное, этот принцип стучащему откроется главной в моей жизни. Я стучусь во все двери, стараясь идти дорогой своего предназначения. Видимо, когда я получала педагогическую профессию, Бог знал, что мне нужно будет овладеть этой профессией для того, чтобы нести в стихах те ценности, которые оставлены поэтами, теперь и мной, для того, чтобы их со дна стихов, со дна стихотворной строки мы поднимали вместе с моими зрителями, читателями. Знаете, язык поэзии я выбрала тогда, когда пришла работать в школу, в сорок четвертую, и искала тот язык, с которым я буду говорить с учениками так, чтобы это не требовало перевода, ну вот просто от сердца к сердцу. И этим языком стала поэзия. И я всегда читала детям стихи на вырост. Может быть, для них Цветаева или Пастернак тогда еще были ни по возрасту, ни по глазу, но они привыкали к той вибрации, высокой вибрации поэзии. Их ухо привыкало слушать то, что может быть не слышат другие. Или не могут на это настраиваться. С утра в моей душе восходит солнце через меня в рассвет переходя. Исследуя задумки жизнетворца, день каждый раз выходит из меня и изменяет мир. И я меняюсь, и каждый изменяется со мной. Я с новой силой каждый день рождаюсь. Вот почему так важен мой настрой. Мир из меня, из каждого, из многих. И качество зависит от того, насколько будем бережные строги. Мы к сотворению мира своего. Именно педагогика учила меня этому настрою. Ровно тогда я поняла, что, заходя в класс и закрывая за собой дверь, я оставляю все свои невзгоды, печали, все свое плохое настроение там. А здесь меня ждут дети, которые хотят своего счастливого детства. Так что они меня воспитывали. И как поэта тоже. Потому что я этим напитывалась. Я считывала это. И, может быть, поэтому умею сейчас понимать свою аудиторию. Когда выхожу к ней для того, чтобы сказать. Мы ждем того, кто нам приносит свет, живя в одолевающей тревоге. И, кажется, порой просвета нет. И нету человека на пороге, способного быть нашим маяком. И знающим, куда идет дорога. Кому мы доверяем целиком. И встреча с таковым – подарок Бога. А, впрочем, ждать не стоит много лет. Соблазн велик, но проще есть решение. У каждого есть свой незримый свет. Мне это сражение, как и каждому, хочется выигрывать. Это сражение за себя обновленную. Это сражение за свою новую духовную высоту. Вечная борьба добра и зла в себе самой. Истины и неистины. Поэзия мне в этом помогает. Ровно поэтому я и делюсь ею с теми, кто приходит послушать поэзию. Идея поэтического салона тоже родилась в мои первые годы педагогической работы. Ну, во-первых, потому что дети очень вдохновляются тем, что любит педагог. И без этого вообще ни один педагог не случается. Если у него есть любовь всей его жизни, то это то, чем он поведет за собой детей. Я повела поэзией. И чувствовала, что мне в этом верят. Поэтому мои первые учителя – это дети. Они мне и подсказали дорожку, которая является предназначением всей моей жизни. А еще, кстати, мальчики вот того самого авиационного колледжа, у которых я три года преподавала поэзию и читала им не просто свои стихи, а поэзию Серебряного века. Знаете, я поначалу очень переживала, как мне выходить на сцену, если у меня нет за плечами театрального образования. На самом деле оно есть, но оно собирательное. А вот корочек о театральном образовании нет. А потом я вот так проанализировала свою жизнь и подумала, а ведь у меня есть три года мальчиков авиационного колледжа. Я помню, что первый раз, когда я готовилась к встрече с ними, я подготовила листов на 10-15 план, сценарий своего вечера, встречи. А когда вышла перед ними, поняла, что не могу глаза опустить в свои записи, потому что мальчики уйдут. И я стала читать наизусть. Я до сих пор это так делаю, потому что глаза в глаза только так все и случается. Я с вами говорить хочу. Простите мне открытость слова. Ведь и тогда, когда молчу, во мне идет рождение слова, И собирание земель, еще не высказанной мысли, Вы собеседник мой теперь. И снова я взялась за кисти, Что прессовать картины дня, Искать оттенки всех событий, Вы собеседник для меня. Я верю своему наитью, Я с вами всюду говорю, Душе немыслимой оковы. Я вас за все благодарю. Мы, видимо, давно знакомы. Каждая встреча со зрителем – Это вот эта звенящая струна. Мы, видимо, давно знакомы. Потому что это общение на уровне душ. И никак иначе. И в этом смысле свои поэтические салоны, Которые я делаю уже 36 лет На разных сценических площадках, В разных городах и странах, Я называю это пространство Или другое измерение. Измерение любви, я бы так сказала. Измерение души, Где человек может оказаться наедине С собственной душой. И мне кажется, что по нынешним временам Это самая драгоценная валюта. Когда мы можем оказаться наедине С собственной душой. И как камертоном Сверить свое звучание С теми ценностями, С теми строчками, Которые вдруг додают резонанс, Вдруг да откликаются. Хотя порой кажется, Ну зачем приходить на поэтический вечер? Ну что нового я могу услышать? Возьму книгу, Сам открою, Почитаю. Так мужчины порой говорят. Ну, больше на салоны приходят женщины. Но если мне удается Уговорить мужчину Побыть минут 15, Попить кофе вот здесь И чуть-чуть прислушаться, Остаются. Остаются, потом подходят ко мне недовольные, Говорят, ты что, ты хочешь сказать, Что я люблю поэзию? Я говорю, да. Просто не разрешал себе Вот этой беззащитности и искренности. Мы же все хотим сейчас быть забронированными, Неприступными такими, Защищенными, Не понимая, что Ценности человеческие В обнаженности души, В тонком звучании И в доверии. Если закрываемся, Если закрываемся, Не получается звучать, Звука нет. Вас хочу пригласить На премьеру заката. В эти сумерки, В синий и алый огонь, В эту радугу чувств, Что гремящим раскатом грома Смущена, Смущена, Но ее только троне Она разольется Немыслимым светом. У премьеры всегда Сердце бьется не в такт, И закат Прорастает наутро рассветом, Точно так, Как обида наутро Пустяк. Вас хочу пригласить На премьеру рассвета. В это золото нежное Весенней зари, Здесь другие, Знакомые сердцу приметы, Ветер стих, И поют соловьи. Есть у каждой премьеры Чарующий снимок, Свет и тени, И внутренняя тишина, Вдохновенье вера, И так ощутимы Высота, Высота, Высота. Вот, наверное, Из-за этой высоты Я выхожу на сцену Читать стихи. И из-за того, Что всякий раз Вижу самую прекрасную картину Перед глазами, Это преображенные лица Своих слушателей. Это самая красивая картина. И то, Как в этой высоте поэзии Преображаются души, Как светлеют глаза, Как обретают они Свою истинность, Ради этого Стоит это делать. Ради встреч, Которые происходят Случайно и не случайно. Ну, Эти встречи, наверное, Мне помогают Делать новый шаг. Потому что Достигнутая высота Никогда не оставляет В покое. Всегда дальше Появляется новая высота И новое восхождение, Которое уже манит. И этим мне Творческий путь Очень нравится. Нравится то, Что я, например, Отважилась Восемь лет назад Писать картины Маслом. И кроме Поэтического крыла Обрела живописное. На это Нужна смелость. Я всегда К этой смелости Призываю Своих слушателей. Всегда читаю Это стихотворение. Отличаться От других Быть открыто Непохожей Жизнь Свернуть Пружиной В стих Чтоб он Стал Моею Кожей В нем Есть вкус Моих Начал Запах Моря Влаги Пенной Все, Что Бог Предназначал Мне Исполнить Во Вселенной Отличаться От других Быть Загадочно Манящей И в желаниях Своих Быть живой И настоящей Точно Легкий Ветерок Точно Море Колыханье Знать Один Любовный Слог Слог Взаимопонимания Отличаться От других Жить Как Птица Без Оглядки Жизнь Свернуть Пружиной В стих Не играя С нею В прятки Не бояться Начинать С неизведанной Страницы Не бояться Снова Стать В жизни Просто Ученицей Вот это Состояние Ученичества Самое Драгоценное Без чего Я не могу Когда я Училась Писать Картины Скорее всего Учитель Алина Оленина Открывала Во мне Художника Больше Чем Учила Писать Я ей За это Очень Благодарна И мне Кажется Что и в Педагогике Моим Секретом Было и остается То, что Мне нравится Открывать В человеке То, что В него Заложил Бог Каким его Бог задумал Помогать ему Становиться Таким Каким Его Задумал Бог Вся Жизнь Моя Один Вселенский День Сюда Приходим С мыслью Всеначальной Любовь Своей Песней Величальной Вершит Для нас Спасительную Сень Вся Жизнь Моя Один Вселенский Миг Где Смысл Это Я Моя Дорога Алмаз Души Который Я Постиг И Огранил В Творящей Силе Бога Вся Жизнь Моя Подобье Мастерской Где Я Вершу Своё Преображение И Постепенно Становлюсь Собой Или К себе Свершаю Восхожденье Вся Жизнь Моя Один Вселенский Час Где Мысли Стали Звёздами На небе К Чему Волненье О насущном Хлебе Важнее Открыть Тот Свет Который В нас От Бога Мы Его Вселенский Свет Вот Ведь И Дипломатия К этому Призывает И Педагогика Открыть Лучшее В нас Когда Я Впервые Стала Выезжать За Границу Со Стихами И В первую Очередь Это были Стихи Поэтов Серебряного Века Я Думала На каком Языке Читать И Поначалу Даже Выучила Немецкий Язык Для Того Чтобы Читать Ахматову И Цветаеву На немецком И на русском Мне С трудом Удавалась Правда Немецкая Интонация В Цветаевой И Ахматовой И Моя Учительница Которая Занималась Со мной Немецким Всегда Стремилась Чтобы Я Произносила С немецкой Интонацией Но Я Все равно Нашла Нечто Среднее И Моей поездки Гастрольной В Германию Было Выступление На факультете Иностранных Языков Потому Что Никто Не верил В то Что Мне Удастся Азы Язы Выучить Перед Гастрольной Поездкой И Вот Я Так В обнимку С магнитофоном Засыпала Чтобы Выучить Стихи Наизусть И Чтобы Хотя Что-то Знать В языке Чтобы Общаться И Понимать Что Я Читаю И Вот Когда Мы Выступали Перед Профессорами Педагогами Факультета Иностранных Языков То Они Очень Даже Оценили Мою Такую Полу Русскую Полу Немецкую Интонацию В Чтении Поэтов Серебряного Века И Дали Добро На Поездку Я Страшно Горжусь Что Вот Эта Высота Тогда Мне Тоже Покорилась Это Ну Знаете Было Тоже Такое Испытание Себя Хотя Тот Ансамбль Классической Музыки С которым Я выступала Коллектив Сказал Марина Ты поедешь С нами В любом Случае Ну Просто На Экскурсию Ну Мне Просто На Экскурсию Не Хотелось И Так Всегда По жизни Не Хочется Просто На Прочность Или Как Я И Говорила Найти Себя Ту Которой Меня Задумал Бог И Найти Предел Или Беспредельность Своего Человеческого Существования Вот У меня Здесь Рядышком Книга Она Вышла В Двадцатом Году И Называется Стань Светом Сам Я Горжусь Этим Поэтическим Сборником Он Включает В себя Практически Стихи Всех Моих Периодов Начиная С Восемьдесят Пятого Года И Даже Может быть С Восемьдесят Третьего Со Студенческой Поры Главное То Что Первое Издание Этого Сборника Сделано Было Шалве Александровичем Амунашвили Нашим Великим Педагогом Гуманистом И Его Жизни Я Чрезвычайно Дорожу То Что С его Подачи Вышел Этот Сборник Это Была Новая Волна Моей Веры В себя И Кстати Это Стихотворение Вера В себя Мое Посвящение Брату Вошло В этот Сборник В себя Поверить Это Значит Знать Что Путь Который Избран Полон Смысла Вся Истина В тебе Чего Искать Когда Она Висит Как Коромысло На Собственных Плечах И Так Всю Жизнь Нам С ней Идти Воды Не Расплескавшие В себя Поверить Это Значит Жить Не раз Любовь И радость Испытавшая В себя Поверить Значит Ни на Гран Не Усомниться В высоте Полета Тому Кто Тратит Много Сил Для Взлета Бог Воздаёт По Мыслим И делам Поверь В себя Чтоб Крылья У Мечты Затрепетали Солнечным Отливом Тому Кто Быть Отважился Счастливым Все Силы На Земле Подчинены Вот Это Отважился Опять Это Слово Произнесу Быть Счастливым Опять Звучит Как Ключевое И Оно Есть В моем Стихотворении Написанном В Париже И Оно Звучит Как Песня На французском Оно Называется Желозе Я Отважилась Я Осмелилась Дожди Над Парижем Все Ниже И Ниже И В дымку Ушелся Крикет И Капли Тяжелые Падают С крыши Парижскому Нраву В укор Дожди Над Парижем То Громче То Тише Идут Через Площадь Конкорд Бог Солнца Египетский Будто Не Слышит Промокший Парижский Народ Дожди Над Парижем По Зонтичным Крышам Идут Через Шанс Элизе В надежде Что Кто-нибудь Может Услышит Призыв Жоозе Жоозе Дожди Над Парижем Осмельтесь Быть Выше Быть Равными Вашей Мечте Тогда Бог Желания Наши Услышит И Скажет Себе Жоозе И Отважится Помочь Нам В осуществлении Наших Желаний И Отваживается Правда Я Не раз Убеждалась В этом Я Не Пишу Стихов Я Просто Слышу Их Ритм Танец Из слогов И Я Танцую Стих Фламенковский Азарт Звучит Под каблучком Слова Колода Карт Стихи То, Что на Кон Осмысленность На Кону Слагаются В мотив Я Не Стихи Пишу Я Слово Отпустив Отстукиваю Ритм И Слышу От земли Как Отголос Стирифм Слагаются Стихи Мне Кажется Что Поэзия Это Расслышать Расслышать Как звучит Пространство Расслышать Как звучит Собственная Душа Всего доброго Дорогие Друзья Всегда Рада Новой Встрече Мы Благодарим Марину Шкробову Верналис За это Замечательное Выступление Хочу Добавить Возник Возник Сердечный Отклик На стихи Замечательного Поэта Вам, дорогие друзья Желаем добра И радости Всего Самого Самого Светлого Продолжение следует... Субтитры